МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Эсклюзив». И сегодня я пригласил к нам в гости человека необычного и оригинального. Необычного не только по своей профессии, но и по своему отношению к этой жизни. За его плечами четыре международных конкурса, три золота и одно серебро на самом престижном фестивале в Монте-Карло. Платон, знакомьтесь, Владислав Гончаров, заслуженный артист Украины, человек, который выступает один среди 12 львов. Владислав Гончаров, не будучи потомственным цирковым артистом, он создал собственную школу для суд и отбросил догмы, а то, что коллеги, воспитанные по классическим канонам, считают чуть ли не безумием, для меня норма. Так я отказался от клейки, длинного стейка, сумки с кормом, набрал только самцов, говорит Влад. Впервые более чем за 20 лет в Монте-Карло на фестивале циркового искусства, а это самый престижный в мире фестиваль, выступал дрессировщик из постсоветского пространства. И не просто участвовал, а получил из рук президента фестиваля принцессы Стефани, серебряного клоуна. Владислав, мы как-то все привыкли, что цирковые профессии – это в основном либо такие профессиональные династии, ну или в крайнем случае это выпускники специализированных учебных заведений. У вас получилось совсем по-другому, насколько я знаю. Вы знаете, этот вопрос очень часто муссируется не только среди прессы, но и в цирковом пространстве. Почему? Потому что действительно я не имел никакого отношения к цирку после того, как я пришел из вооруженных сил Украины, демобилизовался в 1997 году, приехал домой. Сам я из Донбасса Донецкой области, город Харциск. Это город, 60 тысяч населения, небольшой городок, из которого, в принципе, по сути, наверное, невозможно куда-то выбраться. У нас три завода. Моя судьба была изначально предречена моим отцом, электрогазосварщик, такая профессия, я должен идти по его стопам, ну в крайнем случае слесарь-монтажник, да. И вот я понимал, что у меня такая судьба, она неприемлема для меня. И я жил и катился, я не хотел учиться, я ничего, я понимал, что это бездна. И когда я пришел из армии, я всего лишь пробыл на гражданке, можно сказать, в таком отпуске военном, то, ну как вы знаете, да, после армии всегда давали отпуск, два месяца отдохнуть, отойти. И меня отец постоянно гнал на работу. Давай на работу, давай, надо что-то, жизнь свою, уже тебе 19 лет, нужно себя как-то трудоустраивать. И мне друзья мои, которые уже работали в цирке, они мне предложили поехать. Вы не представляете, сколько это было счастье. Я еще не знал, чем я буду заниматься, что я буду делать, какая будет моя задача, но я понимал, что я уеду со своего города. Ведь цирк – это мир с особыми людьми. Достаточно закрытое такое сообщество. Это закрытое пространство. Это не каждому туда дано зайти, а если ты туда и вошел, то не все оттуда выходят. И вот чтобы попасть в эту ауру цирковую, нужно было пройти очень много шагов, очень много сделать шишек на своем пути, на лбу и получить множество травм для того, чтобы попасть в цирковое, мировое сообщество. В эту профессию страшную, опасную не посвящал никто. Это своеобразный семейный бизнес. Куда не просто так войти. Были какие-то случаи, когда дрессировщики, у которых не было детей, они передавали это по стажировке. Они брали к себе стажера. Если они видели в нем профессионала, желающего продолжить дрессировщика этого карьеру, то дрессировщик передавал им, и они становились настоящими. У меня этой возможности не было. Я шаг за шагом осваивал эту профессию самостоятельно. Я методом, путем тыка подходил, отходил, переживал, иногда даже плакал. Ярослав, вот здесь я хотел бы вас перебить. А приори любой человек, вот наш телезритель, в истории скажет, да, дрессировщик, украдитель хищников, крупных хищников, а приори мужественный человек. Вы сейчас сделали такое некое признание, да, но мне кажется, что легко быть мужественным один раз, да, на каком-то, на адреналине, да, на каком-то, на пике каких-то чувств, там, или еще что-то. Мне кажется, вот ваше мужество, оно несколько иного уровня. Во-первых, взять и вырваться из привычного окружения, из маленького городка в 60 тысяч, да, понять это все. А во-вторых, прийти вообще в цирк, да, для молодого человека в 19 лет, я просто себя представляю, в этом возрасте я бы не пошел, потому что это некая тайна такая, да, это некое таинство такое. А в-третьих, взять профессию, да, выбрать профессию, которой ты четко понимаешь, что ты ничего не знаешь, да, и начинаешь ежедневно, ежеминутно, да, еженедельно, может быть, даже круглосуточно эту профессию осваивать. Причем дрессировщик не комнатных собачек, да, а не какие-то там паразяты, козочек, да, а на самом деле целей зверей. Это большой труд, который просто нереален был для меня. И вот ежедневно, ежемесячно, ежегодно я пробовал, пробовал, что-то получалось, что-то не получалось. Когда не получалось, я пытался проанализировать, почему это не получается. Может быть, на следующей репетиции попробовать по-другому. Я видел в интернете, специально интересовался, драки между львами, это на самом деле ужас. Огромные, мощные хищники, весом больше, чем 200 килограмм, да, и, ну, кстати, у вас есть трюк, вы поднимаете льва 215-килограммового на своих плечах. Ну, 215 килограмм он был в том году в марте месяце, и сейчас он уже ближе к 220. Ну, это некий такой результат для Олимпиады, да, в тяжелой репетиции. Ну, вы знаете, я вам еще могу даже сказать больше. Я не только единственный дрессировщик, но я еще единственный, кто делает этот трюк. Объясни вам, почему. То есть все очень доступно и понятно. Во-первых, это лев-самец. Не у каждого есть львы-самцы. Во-вторых, это нужно иметь физическую форму для того, чтобы сделать этот трюк, причем с таким весом. Многие пробовали, доходили до определенного периода и пика, когда животное становилось действительно очень большим, громадным и толстым, тяжелым. И потом они это бросали, потому что ихняя спина не выдерживала. Эта нагрузка идет на позвоночник. Если штангу можно взять на плечи и держать ее так, как там, с ремнем, с поясом, это возможно, то леву нужно дать площадь. А это обозначает, что нужно немножечко спину прогнуть. А потом выпрямляться. А потом, если я выпрямлюсь, и если я выпрямлюсь, то он упадет назад. Мне нужно постоянно давать ему площадь, чтобы он хотя бы там задержался. В 2012 году вы окончили Симферопольский институт по специальности менеджмент и туризм. И сразу же после окончания я поступил на третий курс в Донецкий национальный университет экономика предприятия финансы и кредиты мой факультет. И буквально вчера в связи с боевыми действиями на Юго-Востоке я в скайповом режиме защитил диплом и стал магистром финансов. Я поздравляю стать магистром финансов в мае. А у нас для вас так и останется? Она останется. И по жизни я вам должен сказать, что многие города, они что-то оставляют, какой-то след в жизни, который произошел в моей, вот в моем, за период моего проживания в том или ином городе и вообще проживания по жизни, да, там за 37 лет. где-то было так, где-то я закончил, находясь на гастролях Симферопольский университет, сейчас я в Алма-Ате нахожусь. Ну, в связи с тем, что я не могу туда выехать, в связи с тем, что очень сложная ситуация, я, мы приняли решение, государственная комиссия приняла университет решения в скайповом режиме, чтобы я закончил. Мужественные люди, эта комиссия собрались. А ладно, не будем об этом. Да. Вот у меня такой вопрос. В свое время вы сказали, что вы поменяли все догмы традиционной дрессуры хищников. Это так. Вы не подкармливаете во время выступления, да, у вас нет кнута астека, да, у вас нет сумочки с мясом, в конце концов, у вас клетки по-за того, даже многие зрители, которые там пишут мне в соцсетях свои комментарии, даже многие зрители, которые разговаривают в зале, а эта информация ко мне приходит случайно, а это норма, они говорят, что он владеет гипнозом, они его слушают, он не разговаривает с ними. Я реально выработал такую методику, схему своей дрессуры. Я практически, не практически, я на 100% вам говорю, что я не разговариваю во время работы. Я иду и делаю свою работу, делаю свой сценарий, который мне заложил режиссер, и животные это делают на полном автомате. Я стою, жду, животное приходит ложиться, я стою, жду, животное приходит, прыгает и уходит. И это вызывает, я заметил, я отанализировал, я заметил, что люди, у людей это вызывает восторг. Я начал двигаться в этом направлении. И вообще, я начал двигаться в направлении, когда людям это что-то нравится, я начинаю это подхватывать и дальше реализовывать. Знаете, давайте вернемся к комментам в интернете, раз вы о них заговорили. Я читал, что есть два совершенно диаметрально противоположных мнения в комментариях. В одних комментах говорят о том, что вы великий, что вы на самом деле гипнотизер, что вы так работаете с животными, что вы такой неординарный человек, и это все правда. С другой стороны, говорят о том, что ваша профессия, это садизм, и вы некий такой мучитель животных. Давайте сразу разберемся и скажем нашим зрителям, расставим все точки над «и». Давайте, я с удовольствием всегда эту тему поднимаю, но неохотно скажу вам, потому что есть люди, которые действительно любят цирк, которые действительно приходят на представление, получают массу эмоций, заряд энергии, а есть люди, которым действительно это не нравится. Ну, я человек культуры, я вам честно скажу по секрету, я не люблю театр, но это мое право, и оно есть, и оно имеет право существовать. Есть люди, которым не нравится цирк с животными, и они тоже имеют на это право, потому что есть очень много людей, которых не нужно, которым нужно запретить работать с животными, которые их не содержат должным образом, которые издеваются и издеваются над ними, которые выводят их в таком состоянии плачевном, что имеют предмет для разговора. Есть и такие. Есть хирурги от Бога, я называю это генетическими хирургами, есть хирурги, которые не должны работать на этой профессии. То же самое и в цирке. Мне кажется, что человек гораздо более жестокое животное, гораздо более жестокий хищник, чем все эти хищники вместе взятые. Я вам скажу так, в качестве примера, и я думаю, что этот пример, он достаточно понимающий будет для всех, и для нас с вами, и для телезрителей. Мне проще зайти в клетку к десяти львам, чем зайти в класс к ученикам десяти. Мне проще будет, понятнее будет, и им будет понятнее животным, меня и мне животных. Зайдя в класс с учениками к десятерым человекам, мне будет очень сложно. Мне придется им доказывать, объяснять, смотря какого дети будут возраста, смотря какое будет у них воспитание, как их воспитывают в семье. Каждый из них будет пытаться мне доказать о том, что я не прав. Я прихожу в школу, я оформляю своего ребенка по приезду в любой город, я вижу, как это происходит, я вижу бедные учителя, которые срывают свой голос, которые тратят свою нервную систему, и это все остается безнаказанно. Поэтому животное, оно есть животное, оно доброе, ты либо его понимаешь, и оно тебе отдает лаской, либо же тебя оно просто-напросто уничтожит, и ты не останешься. Вы знаете, вот к чему я еще это ввел. Я буквально вчера в интернете поисковик завел охота на львов, столько, сколько у нас сегодня предстоял с вами разговор. Я поделился цинизму и жестокости человека, к чему я это все повел. Там есть четкие расценки на львицу, на молодого льва, на матерого льва, сколько выстрелов, как делать потом чучело, там услуги человека, который выделывает шкуру, ну и так далее, и так далее. То есть и эту красоту, и эту живую природу человек превращает в одну из сфер бизнеса. И при этом еще говорит о неком величии, своем благородстве, рассуждает о таких категориях, как травственность, доброта, любовь, любовь к ближнему, ну и так далее, и так далее. Может быть, поэтому вам на самом деле легче войти к тигру, к клетку, к 12 львам, чем на самом деле к 12 ученикам подросткового возраста, переходного возраста. Но ведь и ваша профессия, и ваша вся деятельность на протяжении почти 30 лет, она как раз и рассчитана на то, чтобы воспитывать. Вы же являетесь неким примером для подражания для тех же мальчиков. Для тех же девочек в плане того, как ух ты, это ведь не просто кошечка, это большой, мощный зверь, но какая в нем грация, какая в нем доброта, как вы говорите, какое в нем благородство, в конце концов. И это нужно быть слепым, чтобы этого не заметить. И ваше влияние на молодое поколение, вы говорите, не зайду в класс, зайдете, вы уже сделаете свое дело. Я зайду, я зайду, но это будет намного сложнее. Нужно, должно пройти какое-то определенное время для того, чтобы все ученики без исключения поняли, что я от них хочу и с чем я к ним пришел. Это ровно то же самое, что и со львами. Я его беру в маленьком возрасте, потом в подростком. У меня есть уже практика, я могу взять его в подростковом возрасте. Я начинаю с ним заниматься, я начинаю с ним жить, я начинаю с ним общаться, он начинает меня узнавать, он понимает, что я для него не несу никакой агрессии и опасности. Наверное, то же самое будет и с детьми, когда они поймут, для чего я к ним в класс пришел. Но если говорить, вопрос ставить либо, 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 то я вам скажу лучше к хищникам. Очень хорошую фразу сказали. Я не буду нести ни агрессии, ни опасности. Если каждый из нас, каждый из нас, кто не здесь, не будет нести эту агрессию, может быть, тогда и будет то счастье, которое ищет человек с самого своего начала человеческого организма. Мир станет добрее. Мир станет добрее. И, наверное, один из последних вопросов. Мы начали с этого, да, и я хочу закончить. Вы говорили, отвечая на мой первый вопрос, вы говорили о своем сыне. В два года вы его первый раз завели в клетку, к львам, в пять лет он у вас уже выступал, Монте-Карло получил специальный приз. В семь лет. Да, в семь лет. Там, причем, было очень сложно выступать. Вы говорили о том, что европейские цирки выступают на манеже посыпанно песком. Там была куча запахов в предыдущих номерах. И вы не смогли исполнить весь тот номер, все эти трюки, которые вы планировали. Но, тем не менее, из рук принцессы Стефани вы получили приз серебряного клоуна. Вот исходя из того, что ваш опыт, ваша работа с хищниками, разговоры, переезды, очень много разных впечатлений, путешествий и так далее. Как вы воспитываете и как вы хотите воспитывать своего сына Тинура и каким вы хотите, чтобы он был? Я бы хотел, чтобы этот ребенок продолжил мою школу, которую я разработал самостоятельно. Я бы хотел, чтобы о нем говорили еще больше, чем обо мне. Я бы этого реально хотел бы, потому что это, наверное, все, ради чего я живу. Мне бы хотелось бы, чтобы он был бы таким же коммуникабельным. Мне бы хотелось бы, чтобы он мог находиться среди определенной группы людей разного социального уровня и статуса. Вы знаете, ваш сын, это, наверное, молодой человек новой формации, нового поколения, для которого, ну, в частности, для вашего. Нет ни национальности, как вы сказали, нет никаких различий в социальном плане, в географическом плане, потому что вы объездили практически там полмира, да? Ну, Евразию это точно, да, все. И везде он находит общий язык, везде у него остаются друзья, везде он оставляет свою частичку души. И любая земля, где он был, свою частичку души отдает ему тоже. Может быть, в этом и есть это некий такой образ молодого человека будущего? Может быть, потому что очень много было таких моментов в жизни, когда мы были на гастролях в Латвии, и когда подходили наши гастроли к концу, и я пришел забирать документы из-за школы, это был его последний день обучения, он вынес с класса подарки, и дети его провожали, а Тимур, приезжай, хлопали ему аплодисменты в ладоши, и меня это до такой степени дернуло, что это было до такой степени трепетно в душе, и я понял, что он действительно может находить общий язык, что он действительно во внимании, что он действительно тот, с которым можно общаться, и с которого можно уважать. И таких примеров очень много. Спасибо, Владислав. Все-таки не могу не сказать, хотя мы с вами договаривались не говорить о политике, но эти ребята друг в друга стрелять не будут. Дай бог. Латышские ребята, казахские ребята, украинские, русские, грузинские, армянские. Когда они вместе, они узнают себя, ведь уважение одного народа к другому идет через знание этого народа, да? А в этом и есть это знание. Спасибо большое. Это была программа «Эсклюзив». У нас в гостях был Владислав Гончаров, «Человек мира». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова